Здравствуйте, друзья, с вами я, Александр, и разговор сегодня пойдет у нас о пауэрбанках. Что это такое, с чем его идёт, наверное, объяснять не нужно. В наше время, когда мобильные устройства потребляют достаточно много, практически все пользуются подобными устройствами. Ну и, разумеется, у меня тоже есть несколько таких девайсов. Вот один из них, мой любимый пауэрбанк от Tronsmart, которым я пользуюсь практически каждый день. В первую очередь для зарядки камеры, потому что её к сети подключать неудобно, она стоит в разных местах. Во время работы также использую подключение к нему, ну а во-вторых там подзарядить, например, смартфон, если розетки, опять же, рядом нету или нужно куда-то идти. Короче говоря, использую постоянно. Появился он у меня два с половиной года назад и последнее время начал уже сдавать. Что, собственно, с ним произошло? У него есть зарядка быстрая, как его самого, так и с него можно заряжать быстро. Постоянно я заряжал его этой зарядкой. И посмотрите, что с ним произошло за два с половиной года. Аккумулятор этого пауэрбанка вспух. В начале он немножечко раздулся, да, я его открыл, убрал там прокладки, он ещё какое-то время держался, но сейчас, во-первых, это стало выглядеть вот таким вот образом, да, видите, как он попух основательно, а во-вторых, у него сильно упала ёмкость. И вместо десяти тысяч там 9600, по-моему, по тестам в начале было здесь, осталось порядка пяти. Ну а на отдачу на пяти вольтах, соответственно. Порядка примерно трёх тысяч. Это, конечно, меня не радует. Надо что-то с этим делать. Сегодня мы будем его ремонтировать и немножечко модифицировать. Для начала давайте посмотрим на его внутренности. Крышечку, к сожалению, с него аккуратно у меня в первый раз снять не получилось. Довольно сложно это с пауэрбанками сделать вообще со многими. Видите, защёлки частично сломались боковые. Но ничего страшного, мне его, как говорится, не продавать. Значит, здесь мы видим платку и две баночки. Две баночки, вот так они выглядят во вспухшем варианте, по пять тысяч подключены параллельно. Ну и нам, естественно, нужен донор, да. Донором у нас будет вот такой вот пауэрбанк. По-моему, флоуины, что ли, или я уже не помню, как он назывался. Здесь, кстати, названия никакого и нету. В общем, пауэрбанк этот обычный, на десять тысяч мАч. Он практически сразу после того, как ко мне приехал, вышел из строя. У него схема сдохла просто-напросто. И всё. И вот такая вот у него тут есть баночка. Одна на десять тысяч махов. Сейчас я вам, кстати, для сравнения покажу схему. Нам всё равно вот эту вот нужно разбирать, снимать. Насколько отличается брендовый пауэрбанк схема от пауэрбанка копеечного, можно сказать. И почему я сейчас просто боюсь покупать дешёвые пауэрбанки, очень дешёвые. Вот есть у меня ещё один пауэрбанк, тоже с быстрозарядкой. Он работает уже больше года, тоже неплохо. Был на него обзор. Напишу здесь название и ссылка будет. Сейчас не помню даже как называется. Так, смотрите, схема. Ну, видим, да, достаточное количество приличных деталей. Всё красиво запаяно. Катушечка. И вот дешёвая у нас. Дешёвая схемка. Ну, тут вот один преобразователь, по-моему, и всё. И ни хрена больше нет ничего вообще. Вот так это выглядит. Здесь, по-моему, центральная микросхемка. Направляющая куча других стабилизирующих. В общем, всё отлично. Всё прекрасно. В схеме это ещё жить да жить. Но есть маленькая проблемка в нашем, так сказать, нелёгком деле восстановления этого пауэрбанка. Аккумулятор десятитысячный. Он немножко больше у меня в длину, чем родные пятёрки. И в этот корпус с этой платой он, зараза, ну никак не лезет. Даже если здесь вот убрать прокладку, всё равно ему вот полсантиметрика не хватает. Тут, в общем-то, не встанет он. Я уже проверял. Что же делать в этом случае? Ну, вообще, по идее, конечно, можно купить подходящий сюда аккумулятор. Ну, во-первых, это нужно тратиться. Во-вторых, на это нужно время. А пауэрбанк мне, в общем-то, нужен здесь сейчас. Смотрите, как распух собака. Как распух. Вот. И поэтому принял я решение немножко корпус этот модифицировать. Я подумал и, ну, вижу два пути. Как этот корпус немного подрастянуть, так скажем. Первый вариант, который сразу пришёл мне в голову, это вот эту заднюю часть. Просто крышку, вот этот загиб, как бы тут срезать вот так. И, ну, здесь что-нибудь потом ухлобучить. Ну, во-первых, здесь есть защёлки немногочисленные, которые остались живые. А во-вторых, всё-таки это будет такой, ну, как-то уже корпус вообще нарушен целостность. Второй вариант, который, мне кажется, более приемлемым и интересным, это пильнуть корпус вот так вот где-нибудь в этом районе, чтобы батареечки как раз пополам приходилось, ну, и даже чуть меньше к концу. Вот так вот. Примерно, да. Поставить схему, поставить аккумулятор, обе эти части. Ну, и здесь будет небольшой зазор. В дальнейшем его можно чем-нибудь заклеить. Самый такой простой способ – это термоусадку одеть и всё это таким способом изолировать. Ну, в конце концов, можно что-то вставить. И даже старую добрую изоленту на первое время никто не отменял. Термоусадки у меня пока нету. А, в общем, ремонтировать я его уже собрался. Поэтому будем что-нибудь пока колхозить. Но я выбрал такой вариант – корпус этот пильнуть вот в этом месте. Так, для начала нам нужно, наверное, подпаять новый аккумулятор. Ну и пильну этот самый корпус и буду всё это собирать. Так, ну что ж, приступим. Сначала нам нужно тут добраться до контактов на этой баночке. Тут, сами видите, всё красиво, всё заизолировано. Томсмарт делает на совесть. Так, чем-то у нас тут замазано. Такой вот клей-компаунд. Так, раз контакт, два контакта. Счищаем эту гадость. Ну, провода какие, хорош какое сечение. Паять будем вот таким аутентичным паяльником. Так, я думаю, сейчас мы его сделаем без проблем. 25 ватт советский, по-моему, ещё. Или, нет, 90-е, наверное, я покупал его. Всё, плату сняли. Уплотнитель вот этот вот можно тоже заимствовать отсюда. Баночки надо утилизировать. Так, припаиваем. Плюс, естественно, к плюсу. Не наоборот. Так, здесь у нас припойчик был, да? Здесь. Паять литий-полимерные контакты в литий-полимерной батарее надо очень быстро. Они не любят перегрева. Так, паять чел-плюс. Сейчас паяем плюс. Так, вот так лучше. Колёсик. Раз. И теперь паяем минус. Оп. Минус. Что-то мне не нравится, как запаяем. Сейчас ещё разочек. Оп. Ну и всё. В принципе, можно выключать паяльник. Так, теперь нам нужно заизолировать всё это красиво. Каптоновым скотчем. Я думаю, сейчас вот так вот же. Вот так же вот сделаем. Ну и сейчас где у меня тут каптоновый скотчац мой любимый. Сейчас заизолируем. И будем ставить уже в банку. Хотя, что там ставить? Как я сказал, у меня термоусадки нет. Сейчас покажу, как я вам. Слегка корейненько в домашних условиях всё это дело распилил. Немножечко так. Так. Раз. Каптоновый. И два. Каптоновый. Всё. Захиксировали. В принципе, достаточно. Что там никуда не денется. Так. Теперь будем смотреть, как я поиздевался над корпусом. Вот так вот я его распилил. Не очень, кстати, ровно. К сожалению, нет у меня тисков дома. Да. Чуть-чуть ушла у меня наживочка по металлу. В общем, получилось у нас вот такое вот безобразие. Что мы делаем теперь? Так. Вот так у нас стоял аккумулятор. Вот эту полосочку бы вниз. А ещё. Мы сейчас сделаем её вот так наверх. Здесь у меня как раз от Transmart уже. Две уплотнительные эти штучки есть. И сейчас мы будем это всё дело подгонять под требуемое значение. Так. Винты. Завинчиваем. Кто-то, наверное, напишет, что это редкое извращение. Согласен. Ну, колхоз – дело великое. Особенно, когда вещью надо пользоваться. А других вариантов, в общем-то, нет. У меня есть двадцатка ещё. Ну, блин, она огромная. С ней неудобно. Совершенно. С ней совершенно неудобно оперировать. Так. Подгибаем контактики. Что у нас тут? Подгибаем, подгибаем. Сейчас вот так наклеим. Раз. Вот так вот. Эту часть. Закрываем. Она тут как раз должна ровно лечь на скотч. Ну, и сколько у нас тут будет зазор? Да хрена, да? Да. Больше. Почти сантиметр. Ну, и ладно. Что-нибудь потом придумаем. Сейчас мы впритык всё это вот так сделаем. Получился у нас PowerBank. Только я неправильно делаю. PowerBank Mutant. Вот так надо. PowerBank Mutant. Пишите в комментариях, чем логично эту прорезь забетонировать. Можно, конечно, чуть ли не кусок пластика сюда попробовать поставить. Ну, короче, для домашнего использования точно пойдёт. Вот такой вот смешной колхоз ремонт получился у нас сегодня. Вот. Ну, в общем, посмотрим сколько эта десятка проработает. Родные проработали два с половиной года. Если платка, как говорится, не сдохнет, но ещё как минимум два года пора тянет. А на сегодня, друзья, у меня всё. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Непременно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых встреч. Пока. И небольшой постскриптум. Не мог я всё-таки оставить в таком виде работу незаконченную. Как-то это пошло немножко выглядит. Но и решил вот так вот уж колхозить-то колхозить до конца. Нашёл старый силиконовый чехол, достаточно толстый. Вырезал из него полосочку. Дополнительно скотчем там проклеил. И вот так вот заизолировал эту часть. Получилось, по крайней мере, аккуратно. Теперь сверху можно реально термоусадку поставить широкую. Усадить её и будет прям отлично. Теперь точно всё.